Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Дятнадцатый, мать твою! Ты опять из камеры сбежал! Здоров. А ты, как всегда, шум устрый. Ты что, рекорд установить пытаешься? Это ещё зачем? Опять ты ошиваешься вокруг без всякого дела. Так пока не сбежишь, никаких интересных дел не появится. Я имел в виду, что из камеры сбегать нельзя. Блин, опять двадцать пять. Задолбал уже слушать твои нотации, Хаджиме! Достало. Сегодня ты от меня по полной получишь. А то вечно от тебя один геморрой. Ну давай, попробуй, напади. Эта штука твёрдая, как камень. Тебе даже с клинками меня не одолеть. Когда ты это уже поймёшь? Прости. Мой хорош, отпусти ты уже! Заткнись. Ещё раз сбежишь, отправишься в карцер, усёк. С возвращением, Джуга. Ты сегодня так рано, что ты хочешь ужин или ванную. Или, может, меня? Иди нах! Сообщить тебе о новом охраннике, которого переводят в тринадцатый корпус, сегодня. Что? А почему мне никто не сказал? На собрании об этом и слова не было. Да я просто об этом и не говорил. Это тебе вот такой небольшой сюрприз. Хотим его увидеть! Уже скоро он сюда придёт. Зачем нужно было держать это от меня в секрете? Ну вот. Запрягли ещё быть нянькой для новичка. Опа-опа! Вот и он! Привет, братик! Как жизнь? Да! Это же... Вроде бы... Если не ошибаюсь... Брат Хаджиме! Кироша, это тринадцатый корпус. Здесь работает твой брательник. Господин Митцеру, спасибо, что позволили мне быть здесь. С этого дня я буду новым охранником в тринадцатом корпусе. Зовут Хитоши Сагараку. Рад знакомству! И мы! А я-то думал, это будет новый персонаж. Прошу, иди домой, Хитоши. Братишка, какая-то это не смешная шутка. Я не шучу. Думаешь, Хитоши, правда, брат Хаджиме? Да на тебя нашло. Вообще-то, я тоже задаюсь этим вопросом. Что, серьёзно? Сам подумай. Хаджиме ведь как горилла. Это невозможно! У него даже тело прям как у гориллы. Не думаю, что эти красавицы и чудовища являются роднёй. Нифига. Вы же помните, что это парень. Заткнись! Заткнись! Лучше выпейте чайку и успокойтесь. Кипяток! Блин, Ямато, ты можешь чай поспокойней ставить? Да, простите, просто я немножко возбуждён. Из-за чая, что ли, возбудился? Пятнадцатый, сколько ж уже можно? Ты на карцер нарываешься. Остынь, это ведь не моя идея была. Я так за компашку. Это всё равно побег, мать твою. Ты злобная горилла, а он милый кролик. Вы совсем не похожи. Вот мы и хотим узнать всю правду. Вы точно об этом пожалеете. Мой братик не злобная горилла. Он добрая горилла. Как будто это лучше, мать твою. Если поймаешь нас, мы примем тот факт, что Хитоши твой брат. Вы чё, совсем, что ли, херели? Я ни за что просто так не поверю, что у тебя такой милый братец. Лошара, лошара! Традиционная игра нашего корпуса – догонялки! Догонялки – традиционная игра двенадцатого корпуса. Как же вы сегодня бесите, уроды! Что ж, нужно постараться! Эй, эй, погодь, Хитоши! Не убегайте! Ай-ядь, говнюки! Хаджиме, как всегда, полон сил. Нам тоже надо идти за ними. Да как хочешь, только не потеряйся, блин. Верни направо. Хорошо! Я сказал направо! Поэтому ты всегда теряешься, дебил! Прости. Ублюдки. Ублюдки. Запустили нашу новую ловушку только ради хохмы. Я что, могу слышать его мысли? Чёрт, а как он вообще жив? А ведь мне потом всё разгребать за вами и докладывать начальству. В этой колонии ни одного нормального человека. Как же меня это достало! Ну всё, вам писец. Вы у меня сейчас таких люлей получите. Особенно одиннадцатый. Вот, блядь! Что это было? Что это было? Что он в нас? Что? Промахнулся. Ты кинул в нас своим братом? Эй, ты живой? Братик, блин! Я же тебе говорил, не кидайся мной в других людей! Это быстрее, чем бежать за ними. Ты у нас крепкий парень, так что выдержишь. Нельзя так! Одиннадцатый и шестьдесят девятый, слушайте сюда. В следующий раз я точно не промахнусь. Хаджиме, я не люблю, когда ты меня так держишь! Уна, если честно, то теперь я верю, что Хитоши и правда брат Хаджиме. Хули мы делаем в башне Б? Я же сказал, они в башне А, на востоке! Странно, я думал, что мы движемся на восток. Это запад мудила! На восток указывает рука, которой держишь палочки. Двенадцатый корпус? Ай-яй-яй. Неужели кто-то сбежал? Тревога, происшествий нет. Эх вы. Я ведь могу всё отсюда видеть, знаители. Надзиратель! В тринадцатом корпусе сработала тревога! Ай, это ложная тревога, дружок. Там сегодня тестируют сигналку. А, понятно. Тогда простите. Ты уж там не облажайся, Хаджимашечка. Сделай уже что, рябуч. Дай подумать. Я помню, что где-то здесь кнопка. Опа, вот и она. Ура! Помогите! Оно стоять, ёпашо! Наконец-то нашли их. Вы какого чёрта здесь... Что за... Опа! Это же главнадзиратель! Но что он там... С дороги! Чё, блин, за херня? Да я и понятия не имею. Говнюк. Хаджима думает, что может просто так нас дубасить. Зарежу нах... Стой! Чего тебе, блядь? Ты уж прости, пятнадцатый. Но если ты уйдёшь, то совершенно точно я заблужусь! Да ты и со мной заблудишься! Знаешь, если б Хитоши не было его братом, он бы, наверное, сейчас всего этого не сказал. Если задуматься, мы просто совали нос не в своё дело. Покеда, Хаджима! Бай-бай, братик! Слушай, Рок. Лучше я буду сомневаться, в том парень ли он вообще. Один раз не пидорас. Хорош мне проблемы создавать. Наконец-то мы вернулись! Слава богу! Слышь, Сейтаро, вряд ли это поможет, но купите этому придурку GPS-навигатор. С сегодняшнего дня я работаю здесь. Зовут Хитоши Сагараку. Рад знакомству! Вот так сюрприз. Извините, девушка, постойте. Девушка? Госпожа! И, кстати, можно задать вам вопрос? Да, конечно. Скажите, а какого цвета на вас трусики? Ну, сегодня на мне розовые. Розовые, как персик. Этот замечательный цвет вам так невероятно подходит. Воистину прекрасно. А можно тогда ещё и я задам вопросик? Ну, разумеется. А какого цвета на вас лифчик? Я не ношу лифчик. Немцы ведь любят пиво, да? Вы ведь тоже наверняка говорите, начну-ка я, пожалуй, с пива. Мой брат думает так же. Начинать с пива? Скорее мы пьём пиво до самого конца. Вот он, дух истинного нянца. Пиве-то главное, это что? Ну что? Первый глоток. Подносишь бокальчика пенного, ароматного, хмельного солдого напитка. Ну так, аккуратненько. Вот так вот, ногу чуть-чуть, немножко совсем так вот. Ой, и сразу защипало. Вот такая приятная такая кислица. Соответственно, что надо сделать? Ну что? Грелочку. А честное что? Сырный соус. Вот так вот. И вот уже грелочки её уже много во рту стало. Что делай, Миша, что делай? Я не знаю, я не пью, я не знаю. Тушим пожар пивари, по-моему.